Запорожские джамперы облюбовали арочный мост еще в 2003 году. С тех пор не упускают ни одного удобного случая, чтобы получить свою долю адреналина. Не стало исключением и пора крещенских морозов. На улице минус 6, но местным экстремалам мороз не помеха. Преодолеть 42-метровую высоту, чтобы по-особому отметить крещение, собралось несколько десятков запорожцев. Организовывают прыжки уже пятый год подряд и приглашают всех таким образом совместить старые традиции с новыми веяниями. Мы здесь часто прыгаем, здесь трубы, везде. И летом прыгали, да, то есть постоянно. Узнали из прошлых крещений. На прошлое не удалось приехать, приехали на это. Кроме бывалых джамперов есть и новички. Александр приехал из Харькова, рассказывает, не раз купался на крещение, да и в принципе зимой, закалялся. Узнал от брата о прыжках в Запорожье и решил проверить свою смелость. Ожидаю от сегодняшнего прыжка, во-первых, море эмоций, и во-вторых, нужно побороть свой внутренний страх, свои эмоции, свои переживания. То есть ожидаю и удовольствия, первое, и второе, борьбу и победу над самим собой. Подготовка к прыжку занимает не более пяти минут. Снаряжение, пара снимков на память и полет вниз. Там джамперов встречает лодка, которая отвозит их в теплое место. Летом все это делать проще в теплое время, когда зима, то есть больше всяких организационных, скажем так, моментов. То есть человек должен быть в тепле внизу, то есть мы там организовываем костер, теплый чай, палатка для переодевания. В работе задействовано 10 человек. Инструктор, он же фотограф, и несколько человек на лодке. Именно они сегодня обеспечили безопасные прыжки для более чем 40 экстремалов. Поздравляю всех жителей нашего города с этим прекрасным светлым праздником. Побольше здоровья, потому что сегодня как раз можно таким образом люди в том числе и поправляют свое здоровье. Александр из Харькова уже готов проверить свою смелость. Фото на память и прыжок. Фото на память и прыжок.